здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии и оставляйте мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео будет находиться номер телефона куда вы можете написать на вайбер либо же на ватсап сегодня по просьбе моего подписчика я сделаю расклад на джека потрошителя это серийный убийца маньяк он так и не был пойман жертвами этого маньяка были женщины в основном от 35 примерно до 50 лет происходило это в тысяча восемьсот восемьдесят восемь году в лондоне приблизительно он убил зверские пять женщин и совершены эти преступления были в бедных районах лондона но вот что что известно о такой небольшой как бы психологический портрет серийного убийцы как правило большей степени это люди с низкой социальной ответственностью да из неблагополучных семей как правило эти люди травмированные с детства от проявления жестокости по отношению к ним до к слабым они и вообще не как бы сами по себе в итоге испытывают удовольствие когда причиняют боль другому человеку так как они питаются вот этой вот энергией страха еще как правило это странные очень люди ну как говорят не от мира сего закрытые замкнутые социопаты и чтобы не вызывать подозрения они как правило устраиваться на работу могут быть хорошими семьянинами могут быть не только с кстати с маргинальной семьи у них также явно выраженные садистские наклонности но опять таки как правило с детства они проявляли жестокость к животным к слабым в осознанном возрасте они конечно же это будут прятать внешне они не отличаются от других людей но единственно за исключением вот этих вот всяких странностей как правило этого замкнутые люди маньяки замкнутые люди условно они вполне здоровы как бы да главным мотивом маньяка получить власть над жертвой получить удовольствие от страдания другого человека ну могу сказать что для них убить человека ничего не значит как прихлопнуть из комара ну давайте вернемся к джеку потрошителю работаю на колоде 78 дверей и черный грима для меня будет вот сейчас важно посмотреть мотив мотив какой же был мотив у джека потрошителя да когда он совершал эти преступления какой же был мотив 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 эксп Kas它 мотива мотива мотиву мотива 6 м м Первый мотив. Кто он был? Кто он был? Джек Потрошитель, кто он был? И почему так резко прекратились преступления? Вот как они резко начались, так же они резко и закончились. Вот как они резко прекратились. Ну, во-первых, по-верховному, верховный жрец. Ведь это что-то было связано на государственном уровне. Что-то решалось, понимаете? Ведь кто такой верховный жрец? Верховный жрец – это проповедник, церковный проповедник. Он проповедует церковные законы, религиозные законы. Верховный жрец в колоде 78 дверей. Догматичный, не терпящий возражений. Здесь я вижу мотив желания очистить город от грязи, от распущенности, от проституции. Ну, как, проституция не только разрушает браки, но и губит душу человека. И с точки зрения религии здесь есть след инквизиции. Я это так вижу. Падшие женщины должны были получить урок. И вот таким образом, чтобы наказать, ну, такая вот была публичная жестокая расправа. Нот, я вижу, именно это такой мотив. Здесь есть вот какой-то такой вот след именно религиозный. Я это вижу так. Дальше. Кто этот человек? Давайте посмотрим. И здесь, посмотрите, правосудие, старший аркан, луна, старший аркан и башня. Представитель власти. Он имел отношение к религии на государственном уровне. И у этого человека своя есть правда. Но он действовал, опять-таки, по чьей-то указке. А у этого человека, конечно же, психоэмоциональное нездоровое состояние. И по луне, и по башне, конечно же, это показывает маньяка. А также это тайное общество. Я здесь все равно вижу тайное общество. Почему так резко прекратились? Так, туз жезлов. Семерка мечей. Карта сила, старший аркан. И император. Да потому, что все силы были брошены на раскрытие этих зверств. И была максимальная концентрация на этом деле. Попытка, во-первых, была, скорее всего, обмануть преступника, поймать на живца. То есть, возможно, представители, полиция, могу так сказать, да, возможно, где-то переодевались в женские одежды. Ну, проявили такую некую смекалку. Креативный такой был подход. Нетрадиционный подход. Опять-таки, по императору это власть на государственном уровне. Это связано все равно с католической церковью и с тайным обществом. Я вижу это так. Почему его и не могли поймать? Потому что я вижу, что это был как инквизитор. Понимаете? То есть, ему было, скорее всего, отдано вот это задание. Но там, я вижу, как, понимаете, как сказать? Это как закрытое тайное общество. Это закрытое тайное общество. Вот этот человек, который совершал эти преступления, сейчас посмотрю на черном гримуаре. Какое у него было образование? И было ли у него образование? Либо это был просто слуга. Который выполнял эту грязную работу. Опять показывает и карта император. Это все равно человек, который сам себе не принадлежал. Он действовал, конечно же, по указке. Это было своего рода наказание. Чтобы избавить вот эти вот, ну, можно так сказать, грязные кварталы от такого количества женщин. Причем женщин, тех женщин, которые убивали, они, как правило, это были женщины пьющие, без места жительства. Ну, то есть, они даже свои услуги оказывали на улице, потому что у них не было ничего. И, в общем-то, вот их убирали, можно так сказать, как мусор. Вот я бы даже так сказала. Их убирали, как мусор. Ну, и почему этого человека и не нашли? Потому что здесь это было тайное общество. Понимаете? Поэтому, то есть, откуда-то его выпустили. Он сделал свое грязное дело. И потом его спрятали. Его даже могли отправить куда-то вообще. И, скорее всего, его отправили по всем, ну, как бы по всей информации. То, что его убрали из Лондона. Откуда, кстати, вот взялось Джек-Потрошитель? Ведь, опять-таки, пришло письмо в редакцию, в газету. Якобы от него самого. И он себя так сам себя назвал Джек-Потрошитель. От этого и пошло все, что якобы он Джек-Потрошитель. Так, письмо это писал вообще кто? Джек-Потрошитель? Или же это, ну, можно так сказать, может быть, человек, который таким образом хотел поиграть с полицией? Нет, я вижу, что это, знаете, это была такая удочка. Опять-таки, чтобы запутать следствие, увести его куда-то в ненужное направление, это, можно так сказать, был такой хитрый ход. Понимаете? Опять-таки, писал, конечно, и не Джек его абсолютно звали. Но это, опять-таки, все это было сделано под чьей-то указке. Это был, можно так сказать, хитро разработанный такой план. И по верховной жрице все это скрыто. Я, вот еще раз говорю, я склоняюсь к тому, как вот к этой версии, что это инквизиция была. Все это было связано с церковной властью, с католической церквью. Я вижу это так. Потому что и карта верховной жрецы, и император все это показывают. Что хотели вот такую, как сказать, показать расправу над падшими женщинами. Но чтобы встряхнуть общество, чтобы меньше было вот этой грязи. Если в данном раз вкладу у вас есть свои комментарии, напишите, пожалуйста. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...